Торжественный митинг, посвященный приближающейся 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в территориальном управлении «Шахта Амурская». Ветераны вместе с представителями администрации Артемовского городского округа, народными избранниками, общественниками и школьниками почтили память погибших в страшной войне и отдали дань уважения ветеранам за их бесценный подвиг в победе над фашизмом. В ходе митинга собравшихся поздравил мэр Артема Александр Авдеев. Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы были, за то, что вы позволили нам родиться и вырасти. Ну и всегда надо помнить о том, что в нашей жизни самое главное – это память. Память о тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал жизнь за нашу Родину. То есть сейчас в горячих точках отдают жизнь за нашу Родину. Поэтому, дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы есть. От имени депутатов ЗАГСобрания Приморского края участников митинга приветствовал Игорь Чемерис и депутат Думы города Артема Александр Корнеев. С каждым годом, к сожалению, ветеранов становится меньше и меньше. Ветеранов, вдов, тружеников тыла, узников. Но ради этих детей, ради этой молодежи мы говорим вам сегодня слова огромной благодарности за ваш беспримерный труд, беспримерный подвиг. Для них мы проводим эти мероприятия. Молодежи, желаю учить и знать историю нашей страны на твердую пять. Потому что, кто не знает свою историю, у того нет будущего. А будущее – это вы. Ветеранов, здоровья вам желаю. Вот прям от души всего самого-самого наилучшего. Потому что вы обеспечили жизнь нескольким поколениям нашей страны. С праздником! Начальник территориального управления шахты Амурская Ольга Раченкова отметила, что День Победы для всех россиян – священная дата. Это частичка истории каждой семьи. Рассказала, что сегодня на территории шахты Амурской проживают два участника Великой Отечественной войны. Девять тружеников тыла, пять вдов участников войны и одна узница фашистского концлагеря. Уважаемые ветераны, дети войны, жители и гости микрорайона шахты Амурской, от всей души поздравляю этим замечательным праздником. Ведь сегодняшний праздник, День Победы – это победа нашего русского народа над фашистской Германией. Именно в этот день мы вспоминаем тех, кто подарил нам эту победу. Низкий поклон и бесконечная память тем, кто отдал свою жизнь на нашу победу. С праздником! В ходе мероприятия прозвучали песни военных лет, поздравления от учащихся школы номер 31. Тем, кто служил в войне, кто выиграл в эту войну, которые спасли нам жизнь. Если бы не они, нас бы не было бы тут. Я хочу сказать спасибо. Я очень боюсь войны и не хочу, чтобы это все повторилось. Путь, путь, Россия моя, путь, героев своих не забудь, их пойми, нам знай, и не забывай. Всего за годы войны было мобилизовано 10 тысяч жителей. Около трех тысяч артемовцев не вернулись домой, отдав своей жизни за честь и независимость родины. Это портреты моих родителей, которые были призваны в 41 году на фронт. Папа с города Астрахани, а мама с города Саратова. Они прошли всю войну, служили в одном полку авиационном. Папа был техником, а мама была маляром. Они соединили свою жизнь и вернулась с фронта мама, демобилизовалась в 45-м. А потом папа, мама демобилизовалась в мае, а папа в октябре. И окончательно жили в городе Артемия. Работал папа вот на этой шахте номер 8, а мама воспитывала нас. Нас было шесть детей. Я испытываю чувство гордости и всегда говорю детям о том, какими нужно быть. И привожу в пример своих родителей, свою семью, как они нас воспитали. И награды мамы и папы хранятся в музее в школьном. И классные часы я провожу и детям всех поколений. Я уже 33 года работаю в этой школе. Нескончаемая память о моих родителях, о моих учеников. Они знают про них все, что можно знать. В завершении митинга артемовцы почтили минутой молчания всех, кто отдал свою жизнь во имя мира и независимости нашей страны. Затем возложили цветы к камню памяти. Анжела Галышина, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости. В селе Суражевка прошла торжественная встреча автопоезда «Память сердца» и митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с членами Совета ветеранов, учениками школы, жителями поселка в мероприятиях приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик и председатель Комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, председатель Городской думы Анатолий Бадель, начальник территориального управления Артемовский Андрей Коробко и другие. К участникам митинга обратился председатель Заксобрания Александр Ролик. Тысячи десятки, сотни тысяч приморцев принимало участие в этой великой битве. Треть из них не вернулась домой. В том числе не вернулись домой и три тысячи артемовцев. А сорок одно имя жителей Суражевки сегодня навеки высечены на этом замечательном обелиске, который нашими совместными усилиями был отремонтирован и возведен. Особые слова благодарности нашим ветеранам. К сожалению, их все меньше и меньше. Вдовам ветеранов и всем тем, кто так или иначе был причастен к той победе, которую достиг наш народ. Мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы наши ветераны не чувствовали ни в чем недостатка, чтобы государство отдавало им то, что положено. Ну а если какие-то вопросы возникают, то мы, депутаты и законодательного собрания, и Артемовского городского округа, и я уверен, власти всех уровней будем делать все от нас зависящее, чтобы нашим ветеранам помогать, и чтобы они жили себе, жили достойно и жили как можно больше. О том, как важно передать память о подвиге будущим поколениям, говорил житель Суражевки, кавалер орденов Отечественной войны 1 и 2 степени, медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, медали Жукова, ордена Трудового Красного Знамени и медали за трудовую доблесть, ветеран Великой Отечественной войны Павел Кричко. В декабре 1942 года 17-летним юношей он был призван на фронт. Воевал на Первом Украинском, форсировал Днепр, принимал участие в освобождении Киева, был тяжело ранен. Почти 100 человек отправились в годы Великой Отечественной войны на фронт из Суражевки. 43 фамилии погибших в боях высечены сегодня на мемориальном камне, установленном у Дома культуры Любава. Их имена были восстановлены в результате архивной работы членов Совета ветеранов села. А помощь в изготовлении памятной плиты и установке камня оказали депутаты. Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик, председатель Думы Артема Анатолий Бадль, депутат Городской Думы Валерий Пусяк и другие. Память жителей села, погибших на полях сражений, участники митинга почтили минутой молчания. После этого к подножью памятника легли цветы. А в колонне бессмертного полка дети и взрослые пронесли портреты своих близких, защищавших родину. В этот день для ветеранов участники автопоезда «Память сердца» также подготовили песни военных лет и любимые кинофильмы. Накануне самого значимого праздника не только для нашей страны, но и для всего мира, байкеры со всех уголков Приморья собрались в Артеме для проведения флешмоба, посвященного Дню Победы. Основная мысль, мы понимаем просто, что сейчас ветеранов осталось немного. И, наверное, самое главное и важное – это донести молодежи, чтобы они знали, прежде всего, что наша страна, скажем так, участвовала в этой Великой Отечественной войне, что мы очень много понесли потерь, и что наши деды, наши отцы у кого-то, они участвовали, они защищали Родину, и что это все было просто не зря, потому что благодаря этому мы сейчас можем жить спокойно в нашей стране. Патриотическую акцию мотоциклисты проводят уже в третий раз. И с каждым годом участников флешмоба становится все больше. В этом году в нем приняли участие 83 байкера. Организаторы поздравили ветеранов, тружеников тыла и всех горожан с великим праздником – Днем Победы. Всем радости, веселья, что живы, некоторые еще деды есть. Ну, всего хорошего. К сожалению, сейчас очень много ценностей утеряно. Это одна из таких наших российских традиций. Пусть она продолжается, пусть молодежь помнит. Ну, скорее всего, этот флешмоб – очередное напоминание, чтобы не забывали. Зрелищное мероприятие прошло в городском парке. С помощью мотоциклов байкеры выстроили огромную надпись – Победа. Музыка. 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 МВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев посетил с рабочей поездкой отдела МВД России по городу Артему. В ходе встречи с личным составом обсуждались приоритетные направления деятельности органов внутренних дел. Николай Афанасьев представил личному составу нового руководителя – начальника отдела МВД России по городу Артему. Подполковник полиции Алексей Голя пришел в органы внутренних дел в 1998 году. Начинал службу в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД Кавалеровского района. 10 лет служил в уголовном розыске, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной полиции. В 2008 году Алексей Николаевич возглавил криминальную милицию отдела внутренних дел по Дальнегорскому городскому округу. С 2012 года служил в должности начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Дальнегорский. В феврале 2014 был назначен на должность начальника ОМВД России по Чугуевскому району, а с мая 2016 года Голя возглавил межмуниципальный отдел МВД России Дальнегорский. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей награжден медалями за отличия в службе 3-й и 2-й степеней. Добрый день, дорогие друзья, жители и гости Артемовского городского округа и Приморского края. Присутствие на открытии первенства Артемовского городского округа под Хэквондо, председателя законодательного собрания Приморского края Александра Ролика, говорит о высоком уровне соревнований. Команды из Хабаровска, Благовещенского, Владивостока, Уссурийска, городов и районов Приморского края всегда с удовольствием приезжают в Артем. Надеемся, сегодня для многих из наших ребят это будет хороший старт для выступления в более высоких соревнованиях. Хэквондо – гуманный вид единоборств. Здесь не разбивает лицо в кровь, зато тренирует силу, ловкость и выносливость, что и продемонстрировали в показательных выступлениях хабаровские и артемовские спортсмены. На соревнованиях присутствовал первый заместитель главы Артемовского городского округа Алексей Руденко. Не только как гость, но и как болельщик. Мне вообще нравится восточное единоборство. Я смотрю данное соревнование, получаю удовольствие. Зрительский интерес к этому виду спорта в последнее время заметно вырос. В том числе и благодаря высочайшей подготовке спортсмена. Здоровьяild, спасибо! Да! Даже у больших мастеров не всегда получается с первого раза. Главная закалка и тренировка, так считает президент Международной Федерации Ткэквондо, господин Ри Йо Сонг, который специально приехал в Артём на открытое первенство города. Вы знаете, когда я приехал сюда, я не ожидал увидеть такое количество спортсменов и увидеть такой класс этих спортсменов. Если вы хотите, чтобы я сказал, какой уровень, я могу сказать, что это 5 звезд, это уровень А. И это говорится как о физическом уровне, так и о их духе. Моральная подготовка спортсменов действительно высока. Даже проигрывая, они не теряют силы духа. В первом бою Артёмовец Денис Воробьёв проиграл Данилу Семёнову из Уссулиска. Расстроился, конечно, но не сильно. Я думаю, что не хватило больше подготовленности, так как нужно было заниматься усерднее. И мой соперник был подготовлен более лучше. Ты мало тренировался? Ну, не то, что мало. Просто нужно было больше тренироваться. Почти во всех остальных категориях победили Артёмовские тхэквондисты. И в итоге заняли первое общекомандное место. Нескромно для хозяев. Но что поделать? Спорт есть спорт. Здесь побеждает сильнейший. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин